Здравствуйте, меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков, где мы говорим в четвертом сезоне об истории Иберийского полуострова, об истории Испании. В данный момент мы уже прошли периоды королевства Вестготов, посмотрели, что было в арабской Испании, в Оляндалусе, и начали говорить о реконкисте, о королевстве Астурия. Мы поговорили в прошлом выпуске, а в этом выпуске мы поговорим о его, можно сказать, правоприемнике, о следующем королевстве Леон. Но прежде чем перейти к этому выпуску, я хочу сказать, что вот уже больше месяца в Украине идет война, которую развязала Россия, и мы стали свидетелями тех варварских злодеяний, которые российская армия совершила под Киевом, массовые убийства мирного населения, грабежи, изнасилования и прочие военные преступления. Но все, кому не лень, могут это увидеть в сводках новостей всех там ведущих мировых СМИ от CNN, BBC, Deutsche Welle, Le Monde и так далее. Я был вынужден покинуть зону боевых действий, я сейчас нахожусь как бы далеко от своих родных мест и не знаю, когда получится вернуться. Записываю эти выпуски в походных условиях, так что прошу прощения за качество картинки нет, ничего, только на веб-камеру от ноутбука могу делать эти записи. Надеюсь, все в будущем наладится. Если у вас есть возможность поддержать мою работу, поддержать мой проект, поддерживайте меня на сайте Patron, patron.com, k-h-o-k-h-l-o-v, и также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Вэл Хохлов. Ну и теперь давайте перейдем к сегодняшнему выпуску. Значит, за те 200 лет с начала 8 века и по начало 10 века вот то маленькое государственное образование, которое Апилайги основал в горах Астурии, показало свою жизнеспособность, расширилось, консолидировалось, превратилось, ну, довольно в значительную силу. И после 910 года, на котором мы закончили, фактически наступает новая эпоха, новая эра в развитии этого государственного образования. Если раньше оно было королевством Астурия, то теперь мы будем говорить о королевстве Леон. И опять же основываюсь я на книге Альтамира и Кривеа в основном, но также и на передаче «Час истины», ну, тех выпусках, которые посвящены истории средневековой Испании. Ссылки будут в титрах и в описании. Значит, прошлый выпуск мы закончили на отечении Альфонса III и, собственно, на разделе его королевства. Старшему сыну Гарсии достался Леон. Видимо, уже в ту пору Леон был наиболее такой престижной частью. Среднему Ордонию досталась Галисия, младшему Фуэле досталась, собственно, Астурия. Впрочем, Гарсия правил недолго, он умер в 1914 году, его часть отошла Ордонию. Тем не менее, вот когда я был в Леоне в 2019 году, то видел в городе много баннеров от празднования 1100-летия королевства Леон в 2011 году. То есть они считают, что королевство было основано вот как раз с правлением Гарсии из 911 года. Ордоний, второй правил в Галисии с 1910 года, а в Леоне с 1914 года. Его младший брат Фруэлла, король Астурии, признавал верховенство Ордония. Ордоний II в связи с королем Помплон и Санктием I, то есть Санчо, как его по-испански называют, воевал против Абдарахмана III, великого мусульманского правителя, о котором мы говорили в позапрошлом выпуске. Это было в 1920 году, еще Абдарахман был эмиром, он не провоспросил себя халифом, но тем не менее он уже был силен, и объединенные силы христиан потерпели поражение. Ордоний обвинял в этом Кастильскую знать, которая уклонилась от битвы. Напомню, что Кастилия в ту пору находилась в составе королевства, но в той части, которая была в Астурии, то есть в королевстве Астурия, и она была под властью как раз Фруэллы II. Ордоний II умер в 1924 году, и все бывшие под властью их отца Альфонса III земли объединились в королевстве младшего из братьев Фруэллы II. Этот Фруэлла II, он изначально правил с 910 года в Астурии, но на самом деле недолго наслаждался единоличным правлением всеми землями отца, потому что он заболел проказой и умер в июле 925 года. То есть только год он сам правил. Есть версия, что Фруэлла был избран королем Леона и Галисии в обход сыновей Ардония II, так как он был более популярен у Снати. Но это может отчасти объяснить последующие события, потому что в 925 году после смерти Фруэллы II корона перешла к его сыну Альфонсу, но тот не смог ее удержать, сразу же взбунтовались и ранее оттесненные от власти сыновья Ардония II, Санкти, Альфонс IV и Ранимир II. То есть в испанской терминологии Санчо, Альфонсо и Рамиро. В 926 году Альфонс, сын Фруэллы, получил корону в части владений своего кузена сына Ардония Альфонса IV, но как подчиненный король. То есть вот эти два Альфонса, двоюродные братья, но сын Ардония стал королем Альфонсом IV, а сын Фруэллы стал подчиненным ему королем в каких-то там землях. И правил до 932 года. И вот есть версия, что пришедший к власти следующий брат Ранимир II ослепил этого вот Альфонса, сына Фруэллы, а также его младших братьев, после чего заточил их в монастыре. Но это будет еще в будущем. А пока мы вернемся в 926 год, и после того, как сына Фруэллы Альфонса отстранили от власти его двоюродные братья, то королевство разделили. Два сына Ардония II, это Санктий, старший, он получил корону Галисии, и Альфонс IV, корону Леона. Ну, судя по всему, братья между собой ладили как-то, потому что в 927 году они вместе председательствовали на церковном соборе. Но Санктий умер в 929 году, и вся власть перешла к Альфонс IV. Единолично он управлял два года, после чего по каким-то причинам отрекся в пользу третьего брата Ранимира II и удалился в монастырь. Ну, есть версия, опять же, точно не могу сказать, но вот, возможно, это отречение было вырвано силой. Почему? Потому что в следующем, в 932 году, Альфонс IV попытался вернуться к власти, но эта попытка оказалась неудачной. Ранимир II захватил старшего брата, ослепил его и вернул в монастырь. Ну, судя по всему, это ослепление произошло тогда же, когда был ослеплен Альфонс Синфруэллы и его младшие братья, о чем речь шла выше. Таким образом, вот в 932 году единоличным правителем стал Ранимир II. И он, видимо, был наиболее особенным военачальником из братьев и кузенов. Мусульмане назвали его в хрониках «Дьявол». Он вел успешные войны с Абдарахманом III, одержал важную победу при Симанкасе в июле 939 года, а затем при Аландыге. Это позволило ему сдвинуть границу королевства Леон от реки Дуэра южнее к реки Тормес. Частично этот успех был нивелирован восстанием Кастильской знати под руководством Фернана Гонсалоса. Королю удалось подавить это выступление, заточить графа, но впоследствии из-за давления Кастильской знати Ранимир был вынужден выпустить Фернана. Трения между Кастильской и Леонской знатью продолжались, и Кастильцы даже обращались к арабам за помощью. В последние годы правления Ранимира II Кастилья, благодаря поддержке Памплона, стала де-факто независимым от Леона графством. Ранимир II умер 1 января 956 года, и в королевстве Леон наступило время упадка. У короля было два сына от разных браков. Старший Ордони III, младший Санктий I. Хотя трон Леона достался Ордонию III, Санктий получил поддержку в Памплоне, потому что его мать была оттуда родом, а также в Кастилье, где его поддержал, собственно, Фернан Гонсалос. Ордони III, тем не менее, достаточно прочно сохранял власть в Леоне и Галисии, продолжал политику своего отца. Он более-менее успешно сохранял паритет с халифом Абдарахманом III. Значит, умер Ордони III в 956 году, и тогда, собственно, Санктий, то есть его младший брат, сводный, получил власть. Этого Санктия I прозвали толстым. И вот эта проблема излишнего веса была тем предлогом, под которым граф Фернан Гонсалос, который ранее поддерживал Санктия, отстранил короля от власти, и уже через два года после того, как тот пришел к власти, Санктий бежал в Памплону, где тогда де-факто правила его бабушка Тота. На трон Леона Фернан Гонсалос посадил Ордони IV, сына короля Альфонса IV. Напомню, что это Альфонс IV, он правил, но был, скорее всего, свергнут и ослеплен своим младшим братом. Так вот, Ордоний женился на дочери Фернана. Но уже в 960 году свергнутый король Санктия обратился за помощью к халифу Абдарахману III, получил эту помощь в обмен на обещание передать ему ряд городов в замок. Ордони IV был разбит, потерял трон, бежал в Кордову. Санктий I вернул себе корону Леона в 960 году. Но он не спешил выполнить данные халифу обещания. К тому же Абдарахман III в следующем году умер. Но тогда его преемник халиф Хакам II провел ряд успешных кампаний, чтобы принудить Санктия выполнить свои обещания. Это вызвало недовольство знати Галисии. И один из ее подчиненных, в смысле представителей, конечно же, граф Гонсала отравил короля Санктия в 966 году. Трон Леона отошел к малолетнему сыну Санктия Ранимиру III. Ему тогда было всего лишь 5 лет, и регентами была сначала его тетка Эльвира, затем мать Тереза. Они договорились с халифом Хакамом II, выполнили условия договора между ним и Санктием. Халиф и впоследствии оказывал королю Леона помощь, также потому что на север королевства стали совершать набеги викинги. Но когда вот этот договор, который был заключен между халифом и королем, истек, то визирь Аль-Мансур, такой знаменитый деятель конца X века, начал военные кампании против Леона. А юный король не мог успешно защищать свои земли. Часть знати Галисии восстала против него. И вот в 982 году они избрали королем Галисии Веримунда II, сына Ардония III. Кто такой Ардоний III? Это дядя, собственно, этого короля, юного короля Леона. И таким образом Веримун II – это его двоюродный брат. Между двумя частями королевства, между Леоном и Галисией, продолжалось какое-то время противостояние. Ну, не какое-то время, скажем так, два года, порядка двух лет. И вот в 984 году Веримунда, он получил поддержку Мавров и, пользуясь этой поддержкой, вступил в столицу королевства, в город Леон. Король Ранимир III бежит в Асторгу, и в следующем году он там умер. И поэтому можно сказать, что с 984 года Веримун II стал королем и Галисии, и Леона. Ну, большую такую часть помощи в покорении Леона ему оказал Аль-Мансур. Ну, визирь, но можно сказать, что де-факто правитель халифата. И король был вынужден признать себя вассалом халифа. В городах Леона разместились гарнизоны Мавров. И тогда, собственно, стали недовольны уже и Кастильцы, которые ранее поддерживали Ранимира III, и даже Галисийцы, которые изначально поддерживали Веримунда II. Хотя с помощью Мавров король подавил бунт в Галисии, Кастилья де-факто стала независимым графством. После какого-то времени Веримунд решил избавиться от вот этой обузы Мавров и приказал перебить их гарнизоны. Тогда Аль-Мансур объявил ему войну. И в 987-м, в 989-х годах под его руководством Мавры совершили ряд успешных походов против королевства Веримунда. Они взяли и разорили столицу Леон, взяли крупный город Самору. В 991 году королю удалось собрать силы и отбить столицу, но все равно большие земли на юге перешли под контроль мусульман. И во второй половине 990-х годов Аль-Мансур вновь перешел в наступление. Кульминацией вот этого второго этапа его войн против Леона стало взятие Сантьяго де Компостеллы в 997-м году. По легенде, взяв и полностью разрушив этот город, Аль-Мансур приказал снять колокола с собора святого Рякова и на плечах пленных христиан отнести их в Кордову. В следующих годах, в 998-м, в 999-м, король Веримунд II пытался восстановить свое разоренное королевство. Он много ездит по стране, в ручном режиме фактически управляет этим королевством. И поэтому его здоровье быстро ухудшается, у него развивается подагра. И вот в ходе одного из этих переездов Веримунд II в сентябре 999-го года умирает. У него остается малолетний сын Альфонс V. Ему было где-то 5 лет на то время. Де-факто страной начинают управлять Сантью. Опекунами короля была, с одной стороны, его мать, с другой стороны, галисийский граф Мененда Гонсалес. Потом были еще очень сильные позиции у двух детьев короля. Это король Навары и граф Кастилии. И они оказывали помощь. Ну, в принципе, такое объединение христиан помогло консолидировать общество и восстановить страну. Тем более, что в халифате произошло важное событие. В 1002 году визирь Аль-Мансур умер. Да, там у него был сын, но все равно, как бы, такой сильный правитель ушел. Начинается период междоусобиц. И король Альфонс V, как бы, тоже ли он, с ним повезло. У него были качества одновременно и военачальника, и государственного деятеля. Он упорядочил систему управления королевством, принял ряд законов. В частности, вот городу Лион, столице, он даровал хартию. Ну, по-испански это фуэро. Есть еще такой термин фуэрос. Это довольно важный такой юридический термин для истории Испании. И в дальнейшем мы будем видеть, что короли начинают даровать вот такие, ну, в английской терминологии я бы назвал это хартии. Альфонс V немало воевал с ослабевшими мусульманами, особенно после того, как вот там уже все пошло в разнос. А мы знаем, что начало XI века это стремительное ослабление халифата, и королю удалось отвоевать захваченные Аль-Мансуром земли. Ну, и в ходе одной из этих кампаний 7 апреля 1028 года Альфонс V погиб. Это было при осаде города Визео. Корону Лиона он наследовал Веримунд III, ну, или в испанской версии Бермуда III, сын Альфонса V. Вскоре после восшествия на престол в Лионе случилось убийство графа Кастилия. Кастилия тогда была независимым графством. Но граф Кастилия поссорился с частью знати. Эта часть знати перешла, перебежала в Лион, типа политической эмиграции. Там этот граф Кастилия по каким-то своим делам, возможно, устраивая династический брак, поехал в Лион. И там его эти эмигранты убили. Это вызвало напряженность между королем Навары с Санктием Великим и Веримундом. Потому что Санктий Великий оказывал поддержку Кастилии. А Навара тогда была, наверное, самым сильным из христианскими королевств в Испании. И вообще Навара находилась на пике своего могущества в это время. Вот в результате Санктий Наварский оккупирует Кастилию. И на престол графа посадил он своего сына Фердинанда. В 1032 году это было легализовано. Фердинанд женился на сестре Веримунда. И таким образом передача графства была оформлена как приданная жены, то есть наследница. Но уже в 1034 году войско короля Навары входит в Лион. Веримунд III бежит в Галисию. И только вот эта часть королевства остается под его властью. В 1035 году Санктий Великий, король Навары, умирает. И тогда Веримунд пытается отыграться, пытается отбить свое королевство. Он возвращается в Лион. Даже он начинает кампанию по отвоеванию Кастилии. Но 4 сентября 1037 года в битве при Тамароне он был разбит и погиб. Собственно, на нем заканчивается Астурийская династия, о которой вот мы говорим на протяжении двух выпусков. Та самая династия, которая 300 лет правила в тех землях, которую начал Альфонс I в начале VIII века. Династия заканчивается. Правда, остается сестра Веримунда, которая была замужем за Фердинандом, графом Кастилии. И по праву жены корона переходит в Фердинанду. А Фердинанд – это представитель другой династии. Он из дома королей Навары или династии дома Хименос, насколько я могу сказать. Или Шименос, как-то так это произносится. В сентябре 1937 года. Но, правда, это младшая ветвь дома Хименос. Сам этот дом правит в Памплоне. Ну, Памплона, она же Навара. Первоначально Фердинанд признает верховенство короля Навары, своего старшего брата, Гроссии III. Но объединения христианских королевств с русской под эгидой Навары не происходит. И в итоге Навара утратит свое значение, превратится в маленькое королевство, будет раздроблено между Испанией и Францией. Короче, там очень печальная судьба. А основным становятся как раз Кастилия и Леон. И также вторым становится Арагон. Но объединение Кастилия и Леона мы до него еще дойдем. Нам важно, что Фердинанд III, он приходит в власти в Леоне. Почему Кастилия выдвинется дальше на первый план, это такой феномен не вполне понятный. Не знаю, я не видел его объяснений. Почему Навара сошла на нет, почему усилилась Кастилия и стала доминировать. Но, тем не менее, вот это произошло. Причем это происходит как раз вот по итогам правления Фердинанда I. А сам Фердинанд I вошел в историю под прозвищем Великий. В его правлении оно начиналось с того, что Леон был главным. А Кастилия была там графством и второстепенным. А в конце его правления Кастилия становится самой лакомой частью королевства. Ну, по крайней мере, уж точно она уравновешивает Леон. И Кастилия становится полноправным королевством, а не графством, как было ранее. Галисия, которая ранее была королевством, хотя она была в личной унии с Леоном. И иногда там был король свой, но в основном это был один и тот же человек, король Леона, и он же был королем Галисии. Так вот, Галисия раньше была, скажем, вторым по значимости королевством в этой личной унии. С этих пор Галисия отходит уже на второй план, и никогда более как независимое королевство мы ее не встретим. Более всего, конечно, пострадал в этом смысле Леон, потому что у Леона были амбиции такой региональной столицы, которая подчинялась и Галисия, и Астурия, и Кастилия. Леонцы были недовольны тем, что значение их города падает. И поэтому королеву пришлось подтвердить фуэрос Альфонсо V, чтобы как-то сдержать их недовольство. Король Наварре Гарсия III, напомню, это старший брат Фердинанда. Он пытался поддерживать свое старшинство, но усиление короля Леоны Кастилия привело к тому, что уже в 1054 году он решил порвать со своим подчиненным положением. Пошел в поход на старшего брата, на Наварру, и разбил ее армию под Атапуэркой. И в этой битве как раз король Гарсия погиб. Но Фердинанд не смог покорить Наварру. Там стал править сын Гарсии, но уже, конечно, ни о каком старшинстве этого короля Наварры речи быть не могло. Тем более, что Наварра потом и Арагону проиграет. Следующее десятилетие Фердинанд посвятил борьбе с мусульманами. И он достигает в ходе вот этой реконкисты потрясающих успехов. Это один, наверное, из наиболее важных и наиболее успешных периодов. Реконкисты, которая, в общем-то, длилась 800 лет, но большинство, большую часть из этих восьмистолетий, она была вяло текущей. И только в ней можно выделить несколько довольно кратковременных пиков. И один из этих пиков – это как раз правление Фердинанда I. В 1057 году он берет Визео и Ламегу, но это в Португалии. Затем он переходит реку Дуэра, берет ряд крепостей к югу от нее. И далее он опустошает север Эмирата Толеда. Он воюет также и на востоке, в Арагоне. В результате эмиры Таиф, Бадахаса, Толеда и Сарагоса становятся данниками Фердинанда. В 1063 году он совершает поход даже в далекую Севилью и принуждает ее правителя Аль-Мутадида платить ему дань. В 1064 году Фердинанд отвоевывает утраченную еще в конце X века Каимбру в Португалии. Затем он предпринимает поход на противоположный конец полуострова против Валенсии. Но Валенсию он не взял. В том же 1065 году, когда он поход предпринимает, король умер. Ну и в завершении этого выпуска хочу рассказать об одном из самых драматических моментов в истории Испании. Возможно, некоторые из вас смотрели фильм, ну старый достаточно уже по сегодняшним меркам, фильм Эль Сид. И в этом фильме отражены как раз события второй половины XI века. Начинается этот фильм как раз еще в последний год правления Фердинанда Великого. Но король Фердинанд умирает на вершине своего могущества. У него остаются три сына и две дочери. И король делит свои владения. На самом деле довольно неудачное решение. Как мы видим, довольно много королей на Иберийском полуострове делили свои владения между сыновьями. Это всегда заканчивалось плохо. Для XI века это уже анахронизм. Уже такие государства, как Франция и Германия, отошли от практики разделения королевств. И во Франции устанавливается, как мы помним, из первого сезона система Апанажей. Но вот в Испании это почему-то еще архаичная система разделить земли между сыновьями остается. Это приводит в очередной раз к трагедии. Старшему сыну Санктию II досталась корона Кастилии. И это, видимо, уже значило, что Кастилия наиболее лакомый кусочек. Среднему сыну Альфонсу VI – корона Леона. Младшему – Гарсии II – корона Галисии. Было две дочери – Урака и Эльвира. Им достались города Самура и Тора, соответственно. Сразу же, почти сразу же, разразился конфликт между Гарсией и Галисийской знатью. И под предлогом защиты чьих-то интересов Альфонс совершает вторжение в Галисию. Это 1071 год. Гарсия бежит. Он бежит в земли мира Сивилии. И тогда старший брат Санктий, он стал беспокоиться. Почему? Потому что Кастилия на востоке, Галисия на западе, а между ними Леон. Когда Альфонс, король Леона, захватил Галисию, он усилился. А Санктий отделен от Галисии землями Леона. И он вроде как и старший, но у него одна треть, а у Альфонса две трети. И поэтому Санктий в 1072 году вторгается в Леон, захватывает это королевство, берет в плен Альфонса и заточает его в замке. Впрочем, он не слишком был строг к своему младшему брату, и Альфонс уже вскоре бежит в земли мира Толеда. Далее Санктий попытался взять под контроль земли своих сестер. Ну, сравнительно небольшие, скажем, фактически города с окрестностями. Тора покорился ему, а вот у рака в соборе оказалось сопротивление. Началась осада этого города, и в октябре 1072 года в ходе этой осады король Санктий II был убит наемным убийцей, который был подослан из города. По тем временам это было, конечно, неслыханное злодеяние. Король мог упасть в битве при осаде, убит какой-то там шальной стрелой, это нормально. Но пасть от руки наемного убийцы, подосланного противником, это, конечно, абсолютно неприемлемо для высокого средневековья, потому что были понятия о чести, о достоинстве, о правилах ведения войны. И не случайно видный кастильский дворянин, знаменосец короля Санктия Родриго Диас де Вивар по прозвищу Эль Сид в одноименном фильме требует от нового короля Альфонса VI, то есть того самого среднего из братьев, которые после смерти старшего приходят к власти во всех землях, вот Эль Сид требует от него при коронации, когда королю приносят присягу на верность, чтобы король поклялся на Библии, что он не причастен к убийству своего старшего брата. Был ли Альфонс замешан в этом убийстве или нет, мы не знаем. Но, конечно, смерть Санктия была ему на руку. Она позволила ему вернуться из изгнания, и его младшему брату Гарсии тоже вернуться из изгнания. И вот Альфонс становится королем Леона и Кастилии. А в феврале 1973 года он пригласил своего младшего брата Гарсию II, короля Галисии, на переговоры. Вероломно его заточил в замке, и Гарсия уже до самой смерти пребывал в заточении. Таким образом, Альфонс под своей властью объединил все три королевства и стал единолично править во всех землях своего отца. Отношения с Кастильской знатью у него были сложные, потому что Кастилия, королевство Санктия и Кастильская знать подозревала, что Альфонс так и причастен к убийству своего брата. И это мы на примере того же фильма «Аль Сид» хорошо видим. Хотя фильм не обязательно, он такой 100% исторически точен, но тем не менее, есть основания считать, что Кастильцы недолюбливали Альфонса. А сам король не доверял Кастильцам. И вот по фабуле фильма, а также может быть и в истории так и было, что это было причиной, почему Сид, хотя он и был приближенным одно время Альфонса, но не пользовался его таким же доверием и не занимал такой же позиции, как при Санктии. Сид был недоволен, конечно же. Королец, с другой стороны, подозревал его в нелояльности и в конце концов изгнал Сида. Далее Сид там много путешествовал по Иберийскому полуострову. Он сотрудничал с разными государями, как с мусульманскими, так и с христианскими. И к 1090 году он собирает свою такую собственную армию. В 1094 году эта армия захватывает Валенцию, и пять последних лет своей жизни Сид правит там как независимый правитель. После его смерти в 1099 году в Валенции становится правительницей вдова Сида. Но уже через три года она передает этот город королю Альфонсу VI. Ну, мы об этом еще поговорим. О жизни и деяния Сида, они стали испанской легендой. И древнейший памятник кастильской литературы, песня о моем Сиде, которая написана в 12-м или в самом начале 13-го века, она посвящена вот этим героическим событиям, и можно провести такие параллели между этим эпосом и знаменитой песнью о Роланде, о которой мы много говорили, и даже которой был посвящен специальный стрим во втором сезоне моего цикла. Однако вернемся к Альфонсу VI. Напомню, что когда Санктий его заточил, и Альфонс VI бежал, то он нашел приют у Эмира Толеда Али Менуна. В благодарность Альфонс, когда пришел к власти, когда вернулся после смерти, убийства старшего брата Леон, то гарантировал Эмиру ненападение и даже пообещал помощь против его врагов. В то же время Альфонс был враждебно настроен по отношению к Эмиру Сивилии Альмутамиду, потому что тот ранее приютил его младшего брата Гарсию. В какой-то момент Альмутамид, а он довольно сильный, был правитель на юге Испании, нападает на Толеда, и тогда Альфонс приходит на помощь Эмиру Толеду. Это помогает Толеду отстоять свою независимость. Затем уже без такого повода Альфонс совершает поход на Сивилию, и Альмутамид вынужден платить ему двойную дань. Али Менун, старый эмир Толеда, умирает, и в 1084 году в Толедо правит Аль-Кадир, внук предыдущего эмира, и на Толедо совершает нападение эмир Бадахаса. Опять Альфонс приходит на помощь, но взамен уже требуют некоторые города из Эмирата Толеда. А вскоре Альфонс сам нападает на Аль-Кадира, и он видит, что власть новая и миронепрочная. Альфонс осаждает Толеда, к слову, в тот момент именно в осаду Толеда в летописях впервые упомянут Мадрид. Это поселение неподалеку, к северу от Толеда, которое кастильцы использовали как одну из баз для проведения осады. Но на самом деле это не был поход, собственно, Альфонса VI. Это был своеобразный, можно так сказать, крестовый поход, хотя крестовых походов таких в нашем понимании еще не было. Но вот в этой осаде Толеда принимали участие не только кастильцы, но и немало рыцарей из Франции и Бургундии. В частности, вот как раз там король выдал свою дочь Ураку замуж за Раймонда, сына фальцграфа Бургундии из еврейской династии, а другую дочь Терезу за Генриха, сына герцога Бургундии из дома капитингов. В осаде Толеды на стороне короля участвовал помирившийся с ним Сид. И вот эмир Аль-Кадир, понимая, что он не удержит свой эмират, хотя Толеда была по тем временам неприступной крепостью, тем не менее заключает договор с Альфонсом VI, передает ему на 1085 году эмират Толеда, а взамен король должен будет предоставить ему какие-то менее беспокойные земли. И вот, собственно, Валенсия, когда вдова Сида передаст Альфонсу VI, то, хотя нет, я ошибаюсь, нет, Валенсию Альфонс VI передал Аль-Кадиру ранее, но Аль-Кадир там продержался до 1092 года, ему опять-таки не повезло, хоть и это было менее беспокойным эмиратом, чем Толеда, но там возникло восстание, и население города свергло Аль-Кадира и казнило этого эмира. И уже потом, как вот следствие этих событий, Валенсию завоевал Сид. То есть тут такая была последовательность. Альфонс VI торжественно вступает в Толедо 25 мая 1085 года. Это одна из важнейших дат реконкисты. Там было несколько дат, там битвы при Кавадонге. И вот одна из этих дат – это вступление Альфонса VI в Толедо. И, в принципе, взятие Толедо – это древняя столица королевства Вестготов. Это очень знаковый момент. Реконкиста, можно сказать, перешла через половину Испании до возвращения древней столицы королевства. И, как я уже говорил, Толедо по тем временам – это неприступная крепость. Это очень стратегически важный пункт. И вот то, что христиане там закрепились, это способствовало тому, что и дальше они будут продвигаться на юг. Я был в этом городе в 2019 году. Даже сейчас центр Толедо выглядит очень внушительно. Он стоит на скале над рекой Таха. Там по такой дуге полуокружности река обтекает. Очень такой обрывистый берег. С другой стороны, там тоже такие склоны довольно крутые. Там даже есть эскалаторы, чтобы люди не пешком поднимались на эту скалу, а по эскалатору поднимались. Ну, это действительно, даже по фотографии можно видеть, что это очень внушительно выглядит. Ну, и опять же, стратегически важное место в центре Испании. Это позволило Альфонсу стать главным игроком на полуострове. Эмиры разных таиф, которые были еще независимыми мусульманскими правителями, они начинают искать покровительство короля Кастилии. А, кстати говоря, Толеда отходит к Кастилии, не к Леонской части, а к Кастильской. И это тоже играет роль в усилении Кастилии. В том, что Кастилия становится главным королевством, а Леон отходит на второй план. Ну, в конце своего правления Альфонс VI столкнулся с угрозой со стороны альмаравидов, которых пригласили из Африки мусульманские правители, чтобы они как бы помогли отвоевать земли, помогли противостоять Кастильцам. Но лидер вот этих альмаравидов Юсуф в 1990-1991 году отстранил от власти пригласивших его эмиров южных таиф. Он консолидировал Аль-Андалус под своей властью. Ну, кроме того, в первой половине следующего, 12-го столетия, Леон и Кастилию ждет династический кризис. Но об этих событиях мы поговорим в следующих выпусках. Альфонс VI благополучно доживает до 1109 года. Ну, о том, что будет дальше, будем говорить в последующих выпусках. А я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мою страничку на сайте Patreon. Patreon.com, касая V-A-L, подчеркивание K-H-O-K-H-L-O-V. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, Валхохлов. Еще раз благодарю вас за внимание. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.